От пенсионера до бизнесмена на площади у фонтана Осипенко собралось более тысячи рыболовов из Самары, Тольятти, Новокубышевска, Кенеля, Отрадного. Делёж Волги вызвал бурю негодований. Некоторые рыбаки решили переиначить известную поговорку «без рубля, не вытащивши рыбку из пруда». Для наглядности принесли на митинг такие вот удочки с насадкой из денежных купюр. К фонтану пришли и те, кого удочки и поплавки в прямом смысле кормят – владельцы рыболовных магазинов. Введение платы за промысел, уверенно предпринимателя, приведёт к снижению спроса на снасти. Если я как бизнесмен, как предприниматель теряю прибыль, не получаю зарплаты мои продавцы, я иду по миру, возникает социальная напряжённость. Почему сейчас на фоне такого большого резонанса это не учитывается? Я не знаю. Впрочем, митинг не превратился в очередной междусобойчик. Имел место диалог с властью, которую на мероприятии представлял Василий Павловский. Рыболовство заверил собравшихся, что платными станут лишь 8% акватории. И на этих 8% плата по желанию вас, любителей рыбака, будет только за услуги, если арендатор будет оказывать. Самарцы поддержали требование приостановить действия федерального закона о рыболовстве и внести в него изменения, гарантирующие им бесплатный промысел. Они будут направлены в Москву, в администрацию президента с требованием принять нашу резолюцию. С нами в преддверии этого митинга пошли тут же на разговоры, готовые выслушать. И мы входим в состав сейчас всяческих органов, которые зарабатывают местные законы. Таким образом, у рыболовов-любителей появились свои люди в законодательстве. А сбор подписей к резолюции будет продолжаться в течение недели в рыболовных магазинах Самары.